Здание Абаканской мечети сегодня пустует. Двери наглухо закрыты, на территории не души. А в конце прошлого года здесь развернулась чуть ли не пропаганда терроризма. Местный имам склонял прихожан в маджахиды. Через переписку в соцсетях личными разговорами он убеждал отправиться на Ближний Восток воевать против войск сирийского правительства. Желающие уехать нашлись. Представитель мусульманской общины в январе 2014 года убыл в Турцию для последующего перехода на территорию Сирии. И вступление в вооруженное формирование боевиков, где находится до сих пор. О его дальнейшей судьбе ничего не известно. В Сирии сейчас гражданская война. Идут боевые действия между армией президента Башара Асада и повстанцами. На сегодняшний день погибли 160 тысяч человек. Миллионы людей бежали из страны. Вербовки боевиков в Сирию сейчас проходят во многих регионах России. На восток едут из Татарстана, по Волжье, Дагестана, из европейских стран. Есть специальные террористические организации, которые заманивают в свои ряды через интернет. Экстремистскую деятельность имама из Абакана силовикам удалось остановить. Приговором суда данное лицо было признано виновным. Ему назначено наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Имя абаканского экстремиста силовики не оглашают и его не показывают. В интересах следствия не исключено, что имам отправил в Сирию не одного человека из республики. Контроль за последствиями радикального ислама ФСБ останавливать не собирается. Поэтому жителям волноваться не о чем. Елена Васютина, Руслан Романов, Андрей Доржу. Новости 7-й телеканал.